Вот это на самом деле машинка очень интересная. Первый раз такое вижу, сейчас покажу вам. Дело в том, что пусковые установки очень короткие. То есть тут 8 ракет предположительно. Сейчас посмотрим. Смотрите, береговой ракетный комплекс. А, подожди. Балл. Это как ракетная машина. Понятно, понятно, понятно. Береговой ракетный комплекс, Балл. Кстати, дальше смотри. Вертолетик. Беспилотный. А, он беспилотный. Понятно. Прикольно. А вот, кстати, и... Ирискал. Нет, это как его, десантная машина со 125-миллиметровой пушкой. Она, кстати, от новой, по-моему. И БМД, собственно. Который мы пропустили. Рыжик сказал, что он начал встать. Ну да. А это катер на колесах. Чисто расистский. Не, ну я так тоже могу сказать. Так, ну вот это, ребят, новая установка. Спрут. 125-миллиметровая пушка, которая может десантироваться, как с парашютом. Ну, в общем, десантные войска. Для эффективной борьбы с танками. Очень внушительно выглядит, но, тем не менее, очень приземисто и... То есть, менее заметно, чем тоже БМП-2. А вон и БМД-4. Блин, БМД-4 мне больше нравится, чем БМП-3. Просто он вообще такой, знаешь, ниже... Это БМД-4М. Да, 4М. Он ниже, менее заметный. Ну, и визуально мне больше нравится. Красивая машина. Кстати, с решетчистым противокоммунитивом. Да. Если тебе обратить внимание, скорее всего, у неё клиренс, видишь, опущен. Ну, да, она опущена специально клиренсом. Для сравнения. Вот тебе, пожалуйста, там самая БМД-3М. Да, это поднял. Ну, да, ну это видно, что опущена просто, ну, специально. То есть, в режиме засады, грубо говоря. Я думаю, она в режиме десантирования. Да, или в режиме десантирования. То есть, как она в этом положении находится в самом самолёте, а когда выбрасывают, они, наоборот, поднимают полностью. Для смягчения вот так. Никогда в жизни не подумаешь, что вот эта штука может спасти от коммунитивного снаряда. Да. БМД-шка. Сзади. БМП-шка. Вторая. Да, кстати, вот эта фигня налепливается. Видите, дополнительные понтоны. То есть, сама машина, БМП-шка вторая, вот она оканчивается. Вот, собственно, десантное отделение и противокумулятивные понтоны. Кстати, все помнят, что у нас сейчас арктическая группировка активно делается. Вот вам, пожалуйста, арктическая группировка. О, кстати, да. Везде ходят. Везде ходят. Да, ну, спонтонами с этими противокумулятивными, конечно, выглядит солидно. БМП-2М. Ну, собственно, М это вот эти вот и противокумулятивные, ну, противокумулятивная защита. Других, как бы, отлич, в принципе. А, ну, или, по-моему, два корнета, орудия разве. Ну, это, ты сравниваешь с чем? С просто двушкой? Да. Нет, тогда корнета и прицельный комплекс, другая немножко. А, прицельный комплекс, да. Прям наверху, если посмотреть. Да, да, да. Так. Да, может, вот просто трёх, да? С трёх, да. Ну, трёшка, да. Блин, ну, трёшка, конечно, просто огроменная. Я не говорю, она просто уходит. Два танка, блин. Реально, ну, это просто жесть. Под ним три свадьбы китайцы провести можно. Мне кажется, тут две легковые разминутся. Ну, то есть, встречка и туда-сюда. Просто по его ширине, ребят. Только заценить. Очень огромный, серьёзный. Вот вблизи, когда находишься, просто огроменный. Ну, прицельные комплексы тут, конечно, впечатляют. Кстати, они там всепогодные. Душа закрылся, как легковая. Спасибо.